Три картины одной палитрой. Зимний лес. Часть 2. Приветствую вас друзья. Для тех, кто не смотрел первую часть данного эксперимента, советую посмотреть, чтобы сложилась общая картина повествования. Напомню из первой части. Одной палитрой, не меняя основных красок, будут написаны три картины с различным колоритом. Васильки. Зимний лес. Солнечный зимний день. Копия с картиной Педер Монстед. Для их написания использовались три основные краски. Синяя, красная, желтая. Вспомогательная, коричневая. И естественно белила, которые я за цвет не считаю. Начну с вопроса. Как художнику-любителю учиться писать картины? С натуры или через копирование? Вопрос сложный, но постараюсь кратко описать свое видение. Чтобы в школе написать свое сочинение, мы начинаем с простого. А именно, учимся писать палочки, крючочки, кружочки, копируя их из книжек или от учителя. Далее, мы учимся писать буквы. После, составляем из них слоги. Из слогов, учимся писать слова. Из слов, составлять предложения. Все это подсматриваем и копируем с уже написанного кем-то. Научившись писать, сначала пишем диктант, под голос учителя. При таком долгом обучении, постепенно развивается память. После, по памяти, из прочитанного, пишем изложение. То есть, излагаем свои мысли, как запомнили и как это понимаем. Опять же, с чьего-то написанного текста. И лишь когда научились понимать, мыслить и фантазировать, мы беремся писать свое сочинение. Ну, типа, как я провел лето. Простенько, с грамматическими ошибками, но свое. Понимаете, 10 лет копирования, подражания для того, чтобы написать свою текстовую писюльку? Да еще не у всех это получалось. Но, как только это касается живописи, то нет. Тут не нужно копировать, не нужно ничем учиться. Сразу берем кисть и влез за елкой. В описании под видео, я дам ссылку на ролик, где человек грамотно объясняет о копировании. В этом ролике, звучит фраза, лучше плохенькое, но свое. Прилагательное, плохенькое, никого не смущает? Художнику-любителю, будет полезно посмотреть весь канал Михаила Денисова, называется Лабораториум. Я многое у него взял на вооружение. Очень грамотно повествует о многих аспектах. И даже о многослойной живописи. Итак, картина, о которой сегодня пойдет речь. Это не копия, но с одной оговоркой. Есть такой художник, Виктор Быков, наш современник. Его картины ни с какими не спутаешь. У него свой стиль в технике. А колорит картин, это его конек. Я изучал его картины по репродукциям. Много копировал, пытаясь понять его руку. Одна из копий с его работы, есть видео на моем канале, под названием «Пишем зимний лес. Воздушная перспектива». Кто не смотрел, советую посмотреть. В этом ролике, буду писать свою картину, как бы по мотивам этого художника. Проверяю себя. Как в школе, пишу изложение из запомненного. Постараюсь воспроизвести колорит с картин Быкова тремя красками. Нужно включать память и фантазию. Размер холста у меня горизонтально вытянутый, относительно вот этой картины. Поэтому построение леса будет свое, или по памяти из предыдущего. Итак, изложение на тему «Зимний сказочный лес». Палитра от предыдущей картины, натюрмур с васильками. Из трех основных цветов краски, составлено несколько светлых колеров. Они разные по цвету, но одинаковые по тону. В полнометражном мастер-классе, детально рассматривается составление палитры. В натюрмурте с васильками, изначально задавалась тональность, колорит картины, ахристый. И все остальные колеры, тяготели к этому тону. В данной работе «Зимний лес» нет определенно заданного цвета, который будет держать всю картину, от начала до окончания ее написания. Тут постепенно будет набираться колорит. И в окончании работы «Холодный зимний лес» должен звучать в теплой гамме. Вот вы видите окончательный вариант. Картина строилась на двух подмалевках. Одного сеанса письма и сеанса уточнения деталей. Пока смотрите, объясню, почему не за один сеанс, ну типа а-ля прима. Вы уже видите готовую картину. С нее написать копию не так уж сложно. В моем случае, вся картина в голове и в мыслях. А мысли изменчивы, как ветер. По ходу приходилось находить расположение деревьев, веточек, от сеанса к сеансу, добавляя их или закрашивая. Но не это главное. Смысл в том, что туманность, которая на дальнем плане, есть почти все цвета имеющиеся на палитре. Определенного цвета нет. Туманность как бы мерцает многими оттенками. А это возможно только через послойное наложение красок. Если все цвета смешивать в единое целое на палитре, то несомненно получится один цвет. Или в худшем случае красочная грязь. При послойном наложении работают другие законы. Допустим, в первом сеансе я составил светло-голубоватый колер. Покрасил им место на картине. Во второй раз я стараюсь намешать тот же светло-голубоватый колер. Но человек не машина. Он все равно хоть на каплю, но ошибется. То есть колер получится либо синее, либо светлее предыдущего. Он будет капельку отличаться по тону. Возможно на глаз будет незаметно. На картине два одинаковых по цвету, но разные по тону, будут перекликаться между собой. Через прозрачность второго слоя, или через пропуски мазков кисти. Я еще подниму этот вопрос в дальнейшем. Как было сказано в начале, картина пишется тремя основными красками. Синяя, красная, желтая. Все краски кроющие. Если их не накладывать пастозно, а разжиженно, то они будут давать мутность, особенно в разбеле на белилах. Как раз то, что нужно для туманной среды. Это хорошо видно на одной из картин Виктора Быкова. Вот голубоватый просвет, никакой пастозности. И лишь ближе к переднему плану, появляются мазки и краски, а подсознанности немного позже. Еще раз. Если грунт акриловый, то первый подмалевок пишется, чтобы перейти на масляную живопись и задать композиционное построение. Второй подмалевок, уточняет построение и облагораживает картину. Второй масляный тонкий слой, уже не так жухнет, как первый. Пока смотрите визуальный ряд, расскажу, помогает ли мне в данной работе копирование. Я уже говорил, что Виктора Быкова изучал и копировал не раз. Вроде память сохранилась, и картина движется. Но есть и то, что немного мешало. А именно, я же копировал не только его, а многих художников, пишущих в разных техниках. Например, старинные натюрморты, в которых преобладают прозрачные краски, лессировки. Это совсем другая техника. Но не буду о натюрмортах, ведь сейчас пишется пейзаж. Так вот, совсем недавно, я уже в который раз писал копию «Корабельная роща» Ивана Шишкина. Эта картина мне всю плешь проела. Я помню каждую веточку, каждую палочку. По технике, она тоже писалась по-другому. Например, в тенях глубины леса используются только прозрачные темные краски. В состоянии сосен их кора, тоже отличается от картин Быкова. И вот эта недавняя память, все время хотела внести свое в данную работу. А нельзя для туманной глубины леса, использовать прозрачные краски. Потому что туман субстанция матовая. Также, в данной картине не сосны, а ели. Стволы и строения которых сильно различаются. Короче, предмет нужно знать. Как говорил Шишкин, анатомия леса. Именно это, память из прошлого, немного сбивала. Почему картина, началась писаться не от темного к светлому, а наоборот. Такую технику письма, позволю себе, назвать послойной. Объясню, чем это отличается от многослойной. Многослойная, сквозная техника, подразумевает письмо, через прозрачность слоев, прозрачными красками. Прозрачные краски, при многослойной технике, нежелательно смешивать с непрозрачными, кроющими. Первая причина. Ядовитость прозрачных красок, загубит первоначально задуманный цвет. То есть, по высыхании, приобретет другой оттенок, или изменит тон. Прозрачные краски, не предназначены для пастозного наложения в своем чистом виде. Попробуйте голубой ФЦ или Краплак, положить мазком в толстом слое. Во-первых, практически не увидим цвет. Во-вторых, они обязательно потрескаются со временем. Если прозрачные краски смешивать с кроющими, то они станут непрозрачными. Просто будет загублено то, для чего они изначально предназначены. Послойная техника кроющими красками, тоже подразумевает прозрачность, но через разбавление краски жидко. Или через пропуски, непрокрасы, ну не полного закраса, нижлежащего слоя. За счет этого, тоже создается множество оттенков на холсте. Повторюсь, не подбирать оттенки из 20 тюбиков краски на палитре, а именно создавать их сразу на полотне. Оттенки создаются, а не намешиваются. Намешивается колер. Пример. Намешайте три колера на белилах. Голубой, розовый, светло-желтый. Если каждым из них покрасить пятно, дать просохнуть. Затем нанести следующие, а после просушки еще следующие. Получим оптическое смешивание этих красок, но только с матовой поверхностью. А не как стекло, которое присуще только прозрачным краскам. Попробуйте смешать эти три, приготовлю колерами на палитре в одно целое. Получится неопределенного цвета массы краски. Конечно, можно их и не смешивать, а мазать их на холсте, соседствующий друг с другом. Типа как импрессионизм или пуантализм. Это когда разноцветные мазочки краски, кладутся рядышком. Но это другая техника. При технике, в которой пишется картина, особенно такой нежный, туманный просвет, мазочками не напишешь. Только растушевкой и послойно. По мере продвижения работы, усиливался тон и цвет. От светлого к темному. Пока смотрите, еще раз затрону вопрос при обучении художника-любителя. Ведь каждый художник в душе хочет написать свою картину. Допустим, пейзаж. Чтобы все ахнули. Учиться через копию или на натуре. Я о пейзаже. На терморт и портрет немного другая тема. Конечно, многие воскликнут. Только на натуре. Как писал Виктор Быков в своей работе, я не знаю. Но сказочный колорит в его картинах. Это выработанная техника с практикой. Этюдов и эскизов на пленере. Остальное фантазия и художественное восприятие в домашних условиях. Могу и ошибаться. А ничего, что картины мирового уровня писались в мастерских. Этюды, наброски, зарисовки на натуре. Но вот картины, сомневаюсь. Пару примеров. Эвазовский. Ну конечно. Ага. Стоял на корабле в шторм и писал его с натуры. Максимум, что он мог, успеть вот это. И то не в шторм. Море изменчиво. А уж сами шедевры, извините, по памяти, опыту и фантазии. В студии. Шишкин. Моя любимая корабельная роща. Море эскизов, этюдов. Он даже фотографиями не брезговал для изучения натуры. А сам шедевр писал тоже в студии. Сюжетная картина Карл Брюлов. Последний день Помпеи. Ну конечно, при размере полотна в 6 метров, он, естественно, носил его с собой, выходя на натуру. Шучу, конечно. Достаточно? А теперь представьте. Я с полотном всего 80 сантиметров пошел писать этот лес на пленэр. То, что часа через два я замерзну, не считается. Можно и в варежках рисовать. То, что замерзнут краски, да тоже не в счет. Но есть определенное время у расположения света. Минут 20-30 и тень сойдет с первоначального места. А на следующий день снега может не быть или завалит так, что не зайдешь в лес. Из этого вывод. У художника-любителя студии нет. Значит, занимаемся творчеством дома. Ранее я говорил, что прозрачные краски не предназначены для пастузной живописи. А вот кроющие для этого в самый раз. Но мазки в картине тоже нужно использовать умеренно. По мере продвижения работы, краски берутся в основном в чистом виде. И к переднему плану больше позволяется пастузданности, особенно в светлых участках снега. Заметьте, в туманной глубине леса много оттенков. Но они плавно растушевывались, никаких мазков. На среднем плане, мазочки появляются. На снегу или упавшем стволе, на переднем плане, уже позволяются более крупные мазки краски. Крупным мазком пользуются в этюдах. Когда в ограниченное время, нужно успеть показать настроение. Приблизительный цвет или строение объекта. Тогда крупные мазки краски, могут располагаться по всей плоскости полотна, но по направлению движению формы. Пример, вот этюд Шишкина. Вот та же картина Виктора Быкова. Дерево переднего плана написано более пастозно, чем среднего. А на стволах дальнего плана, пастозности нет. Она отсутствует. В завершении картины дописываются детали. Ставятся завершающие световые акценты. Но во всей картине, опять же повторяюсь, нет ни одного пятнышка, которое было бы написано белилами. Чистых белил, нет. Даже если и залезал в них, то не промытой кистью, или для разбавления какого-нибудь там цветного колера. Еще раз об оттенках. Вот смотрите. Снег на общем плане картины воспринимается белым. Но сколько здесь разных цветов и оттенков на сантиметр картины. Особенно в тенях. И красный, и желтый, и синий, и фиолетовый. Кстати, фиолетовой краски на палитре не было, и колер не замешивался. Это от послойного наложения. Где было красное пятно, а сверху попало синее, вот и получился фиолетовый оттенок. Но неоднородно закрашенные фиолетовые оттенки тяготеют, где больше к синему, а где к красному. Зеленой краски тоже не было на палитре, а в оттенках снега появляется за счет желтоватой подложки. Ну и как замешать десятки оттенков на палитре, чтобы они проявлялись в каждом сантиметре картинной плоскости. Послойный метод позволяет этого достичь. Картина затевалась от вопроса. Можно ли написать тремя, одними и теми же красками, три картины различные по колориту. Опять звучит цифра 3, как и в предыдущем ролике про натюрморство с васильками. В аккорде три основных ноты. В красках три основных цвета. Земля держится на трех китах или трех слонах. И ведь держится. Значит и картина может держаться на трех красках. Как сказал Тициан, чтобы стать художником, достаточно знать три краски. А вот другие краски, прозрачные, краплаки, фэцэ, там индийское желтое. Это как в музыке те же ноты, но играющие на других инструментах, которые дополняют оркестр. На мое мнение, зимний пейзаж сложнее летнего. Потому что в летнем или осеннем пейзаже, можно не бояться ярких, сочных цветов краски. Яркую зелень, яркую оранжевую листву, чистое синее небо и тому подобное. А вот в зимнем, слишком много белого цвета. А как известно, белый всегда будет забирать на себя все окружающие его цвета и выдавать их обратно, в виде отражений и рефлексов. Но при этом, визуально, снег должен оставаться белым. В этом и сложность написания зимнего пейзажа. Все цвета и намешанные колеры, должны присутствовать в белом снеге. В послойном наложении, через просветы и линии прокрасы верхних слоев. В постозном наложении красок, за счет их смешивания или соседствующих мазков друг с другом, уже на картине. Для меня, послойный метод проще в работе. Да и выглядит в финале благороднее, нежнее. Впрочем, как и требует того данная картина. Финальная картина, сказочный зимний лес. Небольшой вывод. В данной работе применялись кроющие краски. Как видите, три основных цвета, синий, красный, желтый, не менялись. В предыдущем ролике с васильками использовались эти же краски. Колорит картины отличается, что и требовалось попробовать. В следующем ролике будет показана еще одна работа, тоже связанная с зимой. Но при этом и ее колорит, при этих же красках, будет совсем другим. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч! Имеется полнометражная версия мастер-класса по написанию картины «Зимний лес». Для желающих приобрести полную версию, связь по электронной почте. Реквизит в описании под видео.